Добрый вечер, в эфире Вести, Карачаево-Черкесия, в студии Ярослав Щекланов. Смотрите в нашем выпуске. В рамках капремонта участок дороги А-165 на подъезде к Черкесску строители расширяют до четырех полос, приводят в порядок инженерной коммуникации. В профилактические меры в период распространения коронавирусной инфекции – рекомендация главного кушера-гинеколога Республики Будущей Мама. Билет в будущее. Школьники Карачаево-Черкесии определяются с будущей профессией. На этот раз старшеклассники побывали в медколледже. Во всех кассах московского метрополитена теперь карта «Тройка» и билет «Единый» с тематическим рисунком, посвященным Карачаево-Черкесии. В Черкесске продолжается ремонт дороги на круговой развязке с Пятигорским шоссе. За полгода был выполнен большой комплекс работ. На сегодняшний день завершается первый этап. Расширили проезжую часть до четырех полос. Теперь ширина каждая составляет 3,5 метра. Весь участок защищен от оползней. Для этого возведена железобетонная подпорная стена длиной в 325 метров. Переделали инженерные коммуникации полностью. Заменили земляное полотно и 10 водопропускных труб, а также водоотводные кюветы. Помимо этого построили линии освещения. Сейчас устанавливается металлическое барьерное ограждение и бортовые камни. После капитального ремонта 11-километровый участок будет соответствовать второй технической категории. Работы на всем объекте планируют закончить в конце 2021 года. И вести из Оперштаба. На сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 82 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 8740. Из них 5186 выздоровели. Госпитализировано 652 человека. Ситуация в период пандемии меняется каждый день. Остаются неизменным профилактические меры, которые предлагает медицинское сообщество. К ним необходимо относиться серьезно. Особенно себя должны беречь будущие мамы. Как влияет болезнь на них и стоит ли ее опасаться, узнавала Альбина Ламкова. Ученые считают, что коронавирус атакует людей с ослабленным иммунитетом. К ним можно отнести и беременных женщин. В это время ее организм работает за двоих. Но разводить панику в период пандемии не стоит, а тем более будущим мамам. Их психологическое здоровье не менее важно, чем физическое. Самое главное в этом деле – изоляция и гигиена. Это продолжается из-за период пандемии. Под наблюдением Республиканского перинатального центра находится на контроле 2647 женщины. А с подозрением на новую коронавирусную инфекцию 651 человек. Уже подтверждены 208 случаев. 87 беременных женщин были госпитализированы во временные инфекционные госпиталя, которые развернуты у нас в нас в настоящее время в республике. И закончили беременность 23 беременные. Из них родами были завершены 14 случаев. И 7 случаев были завершены путем операции кесарево-сечения. В настоящее время в городской клинической больнице, где развернут временный инфекционный госпиталь, привлечены в штат врачи-гинекологи. Они оказывают всю необходимую помощь женщинам в период беременности. В этом госпитале под наблюдением врачей лежат 5 человек. И одна женщина проходит лечение в части гинекологии. Руслан Лепшоков рассказал и об осложнениях у беременных в период пандемии новой коронавирусной инфекции. Это те самые же осложнения, которые бывают и у остального населения. Но единственное, учитывая то положение, в котором беременные находятся, это грозит коглопатическими осложнениями. То есть это нарушение свертываемости, усиление тромбообразования. Те исследования, которые проведены у нас в федеральных центрах и за рубежом в научных центрах, которые обследовали беременных, выявили факты, что в плаценте образуются тромбы. Это может приводить, конечно, к антинатальной гибели плодок, внутриутопной гибели. И все же, чтобы избежать осложнений, необходимо быть бдительным всем будущим мамам, значительно сократить круг общения и по возможности наслаждаться этим моментом в ожидании новой жизни. Альбина Ламкова, Лебастанов, Вести, Карачаево, Черкесия. Новость для предпринимателей. С 1 января 2021 года отменяется система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход. Следовательно, налогоплательщики до конца этого года необходимо выбрать систему налогообложения, удобную для них. Мадина Каракетова подробнее. На территории Карачаева-Черкесии зарегистрированы более 5000 плательщиков единого налога на вмененный доход, большая часть которых работают в сфере розничной торговли и общественного питания. И им новый налоговый режим необходимо выбрать до 31 декабря текущего года. По словам начальника отдела налогообложения, юридических лиц Управления Федеральной налоговой службы по Карачаевой-Черкесии Мадина Хачировой, сниматься с учета организации и индивидуальные предприниматели, состоящие на учете в качестве плательщиков единого налога на вмененный доход, будут в автоматическом режиме. В качестве альтернативы юридические лица и индивидуальные предприниматели могут перейти на общую или упрощенную систему налогообложения. Бизнес, относящийся к сельхозтоваропроизводителям, вправе выбрать единый сельскохозяйственный налог. Для индивидуальных предпринимателей, не имеющих наемных работников и ведущих деятельность в определенных отраслях, альтернативой может стать применение нового налога на профессиональный доход. Специалисты налоговой службы обращают внимание налогоплательщиков на то, что в случае неуведомления налогового органа о своем выборе, они автоматически будут переведены на общую систему налогообложения. А для перехода со следующего года на специальные налоговые режимы необходимо подать ряд документов. При выборе упрощенной системы налогообложения уведомление о переходе на ОСН не позднее 31 декабря 2020 года. При выборе патентной системы налогообложения заявление на получение патента не позднее, чем за 10 дней до начала применения ПСН. При выборе единого сельхозналога уведомление о переходе на ЕСХН не позднее 31 декабря 2020 года. При выборе НПД заявление о прекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя и регистрация в мобильном приложении «Мой налог» не позднее 31 декабря 2020 года. Если у налогоплательщика возникли сложности с выбором для себя системы налогообложения, то, по словам Мадины Хачеровой, им поможет специальный калькулятор, который можно найти на сайте налоговой службы налог.ру в графе «Выбор подходящего режима налогообложения». Водина Каракетова, Али Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия. Для минимизации риска возникновения и распространения коронавирусной инфекции Межрайонная инспекция налоговой службы Черкеска, Базинского и Прикубанского районов сегодняшнего дня приостанавливает прием налогоплательщиков до особого распоряжения. Документы необходимо оставлять в специальных боксах для приема входящей корреспонденции, размещенных при входе в здание инспекции, предварительно указав свои контактные данные. Напомню, большинство налоговых услуг и вопросов можно решить дистанционно, воспользовавшись личными кабинетами или интерактивными сервисами на сайте ФНС России. Сейчас настало время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии без осадков ветер западный 4,9 метра в секунду. Температура ночью 0,5, днём 13,18. А в горах ночью до минус 5, днём до плюс 9. В Черкесске без осадков ветер западный 4,9 метра в секунду. Температура ночью 2,4, днём 16,18 градусов тепла. Мегадешевизна в магазине «Вецкие меха» только до 31 октября. Норка за 37 тысяч рублей. ТЦ «Панорама», первый этаж, рядом с магазином «Магнит». Всё, что вас радует, обязательно будет с кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,9% годовых. Оставьте заявку на сайте минбанк.ру или приходите в офис «Московский индустриальный банк». Продолжаем выпуск. Определиться с будущей профессией поможет «Билет в будущее». Проект ранней профессиональной ориентации школьников 6-11 классов дает возможность ребятам нашей республики прикоснуться, еще будучи учениками, к профессии, о которой они мечтают с детства. На площадке Карачаево-Черкесского медицинского колледжа мальчишки и девчонки попробовали себя в качестве медработников. Как проходят практические занятия, узнавала Александра Коваленко. Сегодня на площадке Карачаево-Черкесского медицинского колледжа практические пробы проходят по трем направлениям. Это лечебное отдело, медицинский социальный уход и медицинский анализ. Попробовать себя в роли медика и понять, является ли желание выбрать этот путь точным, может каждый желающий школьник. Дети 6-11 классов регистрируются на площадке «Билета в будущее» на сайте. После этого они проходят от 1 до 4 онлайн-тестов. И после этого они получают доступ на практические мероприятия. Регистрируются на практическую пробу непосредственно на данную площадку. Дети зарегистрировались. Параллельно с ними регистрируются их родители. Подтверждают регистрацию своих детей. И дети в определенный день, когда назначено мероприятие, приходят на площадку и пробуют себя в профессии. Ученица 7-го класса 9-й гимназии Черкеска Джуана Пхешкова уверена, что станет врачом-кардиологом. Будущий специалист знает, что в этом направлении ей будет необходимо диагностировать заболевание, лечить, предупреждать болезнь, а также заниматься реабилитацией пациентов. Поэтому практическое занятие, где будущие медики изучили виды костылей, ходунков, которые так необходимы пациентам с последствиями мозгового нарушения, пришлось очень кстати. Я хочу стать будущим кардиологом. Для меня все, что здесь происходит, это очень важно, так как каждому медицинскому работнику это нужно знать. Профессиональная проба начинающего уровня по компетенции лабораторный медицинский анализ позволила школьникам ознакомиться с микроскопами, узнать, как проводятся гематологические, гистологические, а также микробиологические исследования. Несмотря на то, что Мурат Жанкёзов еще пока шестиклассник, будущую профессию он для себя уже определил. Я сегодня пришел, чтобы научиться первой помощи людям. И я хочу стать хирургом, чтобы помогать людям, чтобы они жили долго и счастливо, веселились и не болели. В рамках компетенции лечебная деятельность школьники овладели такими практическими навыками, как измерение веса, роста младенца, а также окружности головы. Те дети, которые сюда пришли, они хотят в дальнейшем стать врачами. И, возможно, следующие манипуляции будут посложнее, потому что здесь будет сердечно-легочная реанимация, измерение артериального давления, искусственная вентиляция легких. Они очень хорошо, очень четко все отработали, решили задачу. В общем, все очень хорошо. Подобные практические занятия помогают школьникам осознанно подойти к выбору профессии к окончанию школы, что является одной из главных задач проекта «Билет в будущее». Александра Коваленко, Роберт Жигутанов, Вести, Карачаево, Черкесия. Жители и гости столицы России получили уникальную возможность познакомиться с уникальными возможностями для всесезонного спорта и отдыха в прекрасных местах Карачаево-Черкесии. Департамент транспортной и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы согласовал карты «Тройка» и «Билета» едины с тематическим рисунком, посвященным достопримечательностям нашей республики и приглашениям посетить регион. Данная инициатива стала частью просветительского проекта «Знакомьтесь, Карачаево-Черкесия», реализуемого постоянно представительством Карачаево-Черкесии в Москве. С 20 октября карты и билеты можно приобрести на всех станциях московского метро. Тираж карты «Тройка» – 10 тысяч экземпляров и количество билетов едины – 400 тысяч штук. С 20 октября в рамках сотрудничества постоянного представительства Карачаево-Черкесской республики в Москве с московским метрополитеном были выпущены карты «Тройка» и билет «Единый» с символикой Карачаево-Черкесской республики и нашими достопримечательностями. Тираж 10 тысяч и 400 тысяч экземпляров соответственно. Этот проект был реализован по поручению главы республики уже в рамках сотрудничества постоянного представительства с мэрией Москвы. В прошлом году были проведены Дни Москвы в Карачаево-Черкесской республике. В этом году, в 2020-м, была открыта выставка «Знакомьтесь, Карачаево-Черкесия» на станции метро «Воробьёвы горы», которая знакомила москвичей с достопримечательностями республики, с нашими национальными традициями, красивыми костюмами. Были представлены архивные фотографии и информация о курортах Карачаево-Черкесии. В этом году также мы планируем продолжать сотрудничество и я надеюсь, что мы познакомим и жителей, и гостей столицы с нашей республикой. Это все вести прямо сейчас. Смотрите продолжение сериала «Возвращение». Продолжение следует... Продолжение следует...